Золотые шлягеры Ну что, я не знаю, 40 минут у меня, да, мне надо как-то все... Поступило заказов столько, я уже даже все не упомню, но в основном это... Золотые... Ну, да, пожалуйста. Золотые шлягеры, да. У меня их два, поэтому... Это легко. Песня ни о чем. И еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все. С первого и до последнего класса пришло время, дали портфель, надели форму И отправили к восьми утра в школу. Я пришел, смотрю, а че-то как-то все не по приколу. Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в семь утра, Столовка, сменка, училки вот эти, и физра, и литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Думаю, че-то школа как-то... Эм... Ни о чем. Та-та-та-та... Песня ни о чем. Та-та-та-та... Песня ни о чем. Та-та-та-та... Песня ни о чем. А потом был универ. Хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом. Семестры, сессии, пары, пары. Я там хорошо учился, я получил даже красный диплом. Ну так вот, если подумать, и диплом ни о чем. Та-та-та... И песня ни о чем. Та-та-та-та... А потом познакомился с девочкой из хорошей семьи. Хорошая фигура. Машину водила ровно, готовила вкусно. И сама такая не дура. Мы даже хорошо с ней пожили два года на съемной квартире вдвоем. Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю. Ю... Ни о чем. Та-та-та... И песня ни о чем. Та-та-та-та... А потом... Устроился на работу, доход хороший, не печальный. Начальник молодец. И пац! Я сам начальник. Наверно, лучше было бы стать учителем или врачом. Потому что вроде все есть. Но все как-то... Ни о чем. Та-та-та-та... И песня ни о чем. Та-та-та-та... А потом поехали мы с женой на Мальдивы. Она меня замучила. Говорит... Поехали, поехали. Там так красиво. Приехали. А она опять... А чего у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, блин. Эти Мальдивы. И вот я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет навстречу, скажет, ну че? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога, дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так. Скажет, нет, так не пойдет. Ты! Оглянись назад. Че ты там сделал? Ну так вот, по чесноку. Боюсь я тебе здесь, говорит, ничем помочь не смогу. Я буду говорить, как же, неужели хуже всех? А он пожмет своим белым плечом. Скажет, нет, ты нормальный чувак. Ну как-то... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... И вот я прихожу домой, падаю в кресло, совсем усталый. Включаю радио, хочу послушать радио. Любимое радио, никакое попало, все достало. Хочется чего-то приятного, чего-то для души нерезкого. А там по радио какой-то... Кураевский. Этих придурков так и будут на радио пускать. Так далеко не уйдем. Ладно бы еще, песня была нормальная. А то и песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. И главное морда кирпичом. И шлягер номер два. Песня «Самый лучший в мире начальник» посвящается всем безработным и прочим фрилансерам. Ты работаешь в банке охранником Уже опыт работы немаленький Ты считаешь кретином начальника Ты его называешь чайником Ты работаешь в школе уборщицей От зарплаты карман не топорщится Эта грязь никогда не закончится Всех убить давно уже хочется А я самый счастливый из вас У меня есть мой маленький бизнес Маленький, плохо разве Не имеет значения размер Самый лучший в мире начальник это я Потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я меня Ведь лучший работник это я Самый лучший в мире начальник это я Потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я меня Ведь лучший работник это я Я, я, я И в какой-то компании менеджер Очень скучно, хотя и денежно Все время думаешь, как сюда я попал А тебя устроил твой папа Ты президент крупной корпорации Акции, презентации, оппозиция Пора утопиться Огромный штат кадров И все тупицы А у меня не течет кровь из нас У меня никакого нет бизнесу Хочу, хожу, хочу, лежу Я сам себе принадлежу Эй, самый лучший в мире начальник это я Потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я Меня ведь лучший работник это я Самый лучший в мире начальник это я Потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я меня Ведь лучший работник это Самый лучший в мире начальник кто? Самый лучший в мире работник кто? Самый лучший все на свете тоже я Потому что я работаю на сеть Верный полюс Например Один из заказов, который поступил Песня про любовь Ну как Про отношения между мужчиной и женщиной В очень интересной стадии Отношений Когда они повстречались Повстречались А потом херак Свадьба И есть ли жизнь после свадьбы? Песня называется Жизнь после свадьбы Сокращенно GPS Я люблю тебя Я люблю тебя Когда ты грустишь Я люблю смотреть на твой нос Когда ты спишь И тогда, когда ты брови хмуришь Малыш Все хорошо Если ты не говоришь Я просыпаюсь каждый день Тебя вижу рядом Чувствую себя Самым счастливым в мире гадом И пускаю тебя больше половины кровати Одеяло Все у тебя Тоже, кстати Не успеваешь на работу Как всегда Завтрак не успела сделать Это не беда Я шепчу тебе I love you Милая, беги Я себе сам приготовлю Одна сосиска Два яйца Яичница Ты работаешь там Я работаю тут Я вот пытаюсь отыскать Мой ноутбук Такой маленький драбл Бывает с утра Если ты припиралась Вчера Убрала куда-нибудь Чтобы не потерять Я теперь не знаю Даже где мне искать Я звоню тебе Ты пять минут вспоминаешь А потом говоришь Что тоже не знаешь У нас или так Или бардак Но я люблю тебя Я люблю тебя Когда ты грустишь Я люблю смотреть На твой нос Когда ты спишь И тогда Когда ты брови Хмуришь Малыш Все хорошо Если ты не говоришь И проходит день Наступает вечер И приходит время Долгожданной встречи А дома дела Для мальчиков Для девочек Глобального масштаба И так по мелочи Мусор Посуда Белье Уборка Грязные шкафы Голодная кошка Начинается игра Основная идея Это выяснить Кто же устал Сильнее И кто не устал Тот проиграл Тот проиграл Тот проиграл Тот проиграл Малыш, все хорошо, если ты не говоришь. На сердце покой, когда ты со мной. Лирическую одну хочу спеть песенку тоже про любовь. Если вдруг вы мужчина, если вы пришли сюда с женщиной, которую вы любите, или вам кажется, что вы ее любите, если есть такая женщина рядом с вами, или если ее сейчас здесь рядом нет, и какая-то другая, и тоже ничего, вы вот можете во время этой песни периодически на нее смотреть. Будут печали, истерика, паника, и знать не будешь, чего ты ждешь. Я буду целовать тебя, маленькая, Когда ты будешь думать, что идет дождь, Фоном жизни, фоном отброшенной, Проходящей свои невообразимые стадии. Я буду петь тебе, хорошая, Ты будешь думать, что играет радио. Будет жизнь тянусь Пестрой ленточкой Будут вопросы, Никто не ответит, Я буду рядом с тобой, девочка, Ты будешь думать, что сильный ветер. Землю слезами вымочишь, Оставишь до солнца, Сохнуть ее, Отойдешь полюбоваться Творением. Я буду рядом с тобой, Чокнутая, Ты будешь думать, Хорошее настроение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Милая, ты будешь думать, что просто везет Я буду молиться за тебя, милая, ты будешь думать Я буду молиться за тебя, милая, ты будешь думать В песне, то иногда думают, что как же написать прям действительно хорошую песню Я подумал и вот сейчас ответ вот в этой песне Мне говорят, ты в музыке немножко подостал Одно и то же бряцаешь и как-то не устал По городу давно уже шагает двадцать первый Не ставь АМ, пожалуйста, не трепи нам нервы Уж сколько новой музыки играется вокруг А ты все барды, барды, что ты, милый друг Биты, примочки, сэмплеры, модные звучки А у тебя из модного, ну разве что очки Что не песня, все одно и все не модно Что не песня, все одно и все не модно А мне насрать Главное это слова До костей пробрала, чтоб вас Мне говорят, дружище, ну кто же так поет Мы постеснялись петь бы так на месте, на твоем Медведь с тяжелой поступью, что танка тяжелей Ушей твоих не пожалел, но ты нас пожалей Тебе дадим мы, говорят, идею свежую Тебе поделать надо, брат, сольфеджию Песню, сух, надо петь, а если не дано То это не песня, какое-то Все бы супер, но ты не попадаешь в ноты Все бы супер, но ты не попадаешь в ноты А мне насрать Главное это слова До костей пробрала, чтоб вас В песне главное это душа И слова, и образы Короче, говорю, в песне главное это слова И слова, и образ, как бы Образ Спасибо Сейчас Люблю эту песню Для тех, кто Здесь же не все Так, сейчас, подождите У меня плохо с формулировкой мыслей Есть ли здесь Я не вижу руки, можно не поднимать Вы типа пошумите, похлопаете Те, кто впервые видит меня выступающего здесь Класс Привет Ну, чтобы коротко познакомиться У меня есть такая песня В которой я практически все рассказываю про свою жизнь Я, Вася, родился в Саратове И прожил там почти всю жизнь И закончил театральный Немножечко работал в театре Об этом песне Да? А куда? Спасибо А, это она заводилась просто А здесь есть актеры? Да? Все Люди, имеющие отношение к театру К музыке К художнике В общем, эта песня Она подсвечается всем жертвам творческих профессий Называется очень скромно «Моя жизнь в искусстве» Моя жизнь в искусстве Моя жизнь Детский сад Детский сад Мы жуем кашу и сопли Воспитатель задает вопрос, заглушая вопли Дети, когда вырастете, то будете кто вы? Учитель, строитель, врач А я буду клован Это я, дерзкий, смелый, азартный С малых лет я мыслил не очень стандартно Я бегал, мутузил всех резиновым молотком У меня каждый день был что ни день, то ситком Мне говорили, Вася, так вести себя не годится А я снимал трусы и демонстрировал ягодицей Я нарушал правила, не соблюдал нормы Безобразник, балбес, оторва Но в утренниках меня использовали всегда Я был гномиком, петрушкой, зайчиком Да, да, публика меня с восторгом встречала Вот так и брала начало Моя жизнь В искусстве Моя жизнь А уже когда я был средней школы школьником Я хотел быть как ермольник или как угольников Я залезал на парту с улыбкой и ногами Пел, плясал, ругался матом, хулиганил Или проявлял творческую натуру Не так ли? Я играл во всех школьных спектаклях И не было мучений физических или моральных Я точно знал, что меня ждет театральный Поступил без особых напрягов, но Мне там быстро объяснили, что я Я старался, мотал на ус Вострил уши, потому что если уж и быть говном То лучше Нас там было много Мы старались дружно Потому что ведь эта профессия нам очень нужна Но так до конца все правильно и не взвесили А нужны ли мы профессии? Жизнь в искусстве Моя жизнь Я сам себе раньше поверил бы, вряд ли Но факт Я работаю в детском театре Ботинки, парик, грим, нос, фрак Я клоун Мечты сбываются вот так И по новой Петрушка, гномик, зайчик, айболит, крокодил Дежавю Это я уже проходил Почти все репетиции заканчиваются ором Это я спорю с режиссером Вижу, его мои советы не интересуют Слышу его советы, куда мне мои засунуть? Намеки, что умнее не стал, чем в школьном классе был И прямым текстом Что актеришка-то я так себе На что я отвечаю? Извините, мол, я кладу на ваш стол заявление и болт Так мой ориентир был быстро поменен И оставил за спиной храм Мельпоменин Жизнь в искусстве Моя жизнь А у безработного актера какие перспективы? Свадьбы, юбилеи, корпоративы Что ж такие друзья? Наш танцпол грустит без вас Да, друзья, это прибыльный бизнес Нет, друзья, я не хотел играть Гамлета Поднимем бокалы, друзья Надеюсь, у всех налито? Нет, что вы, я не хотел в этом кино сниматься Куда веселее в коридоре Невесту мацать Вот он мой багаж, мой творческий потенциал Спел, выпил, покурил, потанцевал Расставляя в чудном порядке слова Иду туда, куда меня ведет моя кривая Запевая промежутки между нотными словами Я прямо сейчас, прямо здесь перед вами Стою с гитарой и микрофоном И где-то летит фоном Моя жизнь В искусстве Моя жизнь Смотрите все Моя жизнь в искусстве Моя жизнь Висит на волоске Висит, висит Моя жизнь Смотрите все Моя жизнь в искусстве Моя жизнь Висит на волоске Моя жизнь И с ней. Спасибо. Ну, и после этой песни надо как бы подтвердить, что не зря учился в театральном. И поэтому, да, я прочту стихотворение. Была песня про песню. Сейчас будет стих про стих. Это... Это вы уже знаете, да, все, что будет? Ну, ладно. Это литературно-театральный мастер-класс о том, как надо читать стихи. Или, может быть, не надо. Не знаю. Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. В начале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. И делать это надо плавно и... с поворотом головы. Произносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая, четко не запинаясь, ни бубня, рукой вот так вот помогая, показывая, как бы что накал страстей, уже в процессе, что кульминация вот-вот. И распростерши руки к залу слова чеканить слово на шаг, чтоб буква каждая слетала орлом двухглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги. Орать, да так, чтоб дрогнул зал внезапно. Только громкий шепот. И будет он мощней, чем крик. Как только перешел на шепот, еще раз крикни, чтобы всех дыхание перехватило. А сам, что дальше вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше. Вот еще одна. Офигеваешь, как бы сам-то, как классно ты сейчас орал. И оборот избавить нужно слова, раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно. Выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто. Как будто после боя ты, как будто тысячу километров, бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза. Глаза на мокром месте. И брови. Брови, чтоб... Слова все тише, реже, даже проникновение куда. Мурашки побежали, чтобы... И чтоб... Слеза. Слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь. Чтоб зритель понял, конец стиха. Аплодисмент. Спасибо. Спасибо. А я подумал, я потом спою эту песню. Попозже. Я сейчас пою одну лирическую, на которой тоже просили, а ее надо обязательно спеть. Я очень люблю эту песню. Она называется «Весь мир на ладонь». Спасибо. 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 Я хоть суббота, хоть вторник люблю сидеть на балконе, локтями на подоконник и весь мир на ладони. Все до мелочи помню, пока меня не прогонят. Весь мир на ладони, весь мир на ладони. Автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужи, которые не сохнет целый год и вокруг слой грязи. Кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там за этим, я знаю, есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть и обязательно вырвусь, только надо хорошо себя вести. И я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду, а потом туда, где ждут горы, реки, ели. Я к ним обязательно приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас. Если бы ты встретил можно было бы, можно было бы, конечно, подзвать с собой еще и старшего брата, но я не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там в этом своем институте, говорит, скучно, но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь сделать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, я что-то придумаю. Во взрослой жизни говорят много сложностей, но пусть я очень терпеливый, я своего добьюсь. Я обязательно увижу океан, пирамиды, колизей. У меня будет дом, а в доме будет полно друзей. Мама, папа, брат, все будут жить со мной. Знаю, ничего с нами такого не случится, но на всякий случай я выучу каратэ, чтобы защищать их. Даже самые страшные хулиганы станут молить о пощаде. Если бы ты встретил того паренька, смог бы смотреть его в глаза. Если бы он увидел и занесла река, куда тебя, что бы он сказал? А вокруг дома будут деревья, цветы, ну типа сада. Но никакого огорода, ничего сажать, копать не надо. Цветы будут самые лучшие, полюбе. Я каждый день буду их собирать и дарить Даше из пятого Б. Она будет такая красивая, прическа, бусы, платье там. Она пока об этом не знает, ей пока рано знать это. Но я уже все решил, она станет моей женой. Почему она, спросите? Ведь есть и другие, есть же, но я вижу четко по сравнению с Дашей. Все остальные девчонки просто дуры крашены, я и во сне-то вижу только ее. Даша, она умная, добрая, она дает мне списывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабуси, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их пять или девяносто. Я люблю Дашу. Это же просто. Если бы ты встретил того паренька, смог бы смотреть в его глаза. Если бы он увидел, он занесла река. Куда тебя? Что бы он сказал? Я хоть суббота, хоть вторник, люблю сидеть на балконе, локтями на подоконник и весь мир на ладони. Все до мелочи помню, пока меня не прогонят. Весь мир на ладони, весь мир на ладони. Автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Весь мир на ладони. Надо только хорошо себя вести. Весь мир на ладони. Весь мир на ладони. Меджин, колоктями на ладони. Меджин, мода. Весь мир на ладони. Весь мир на ладони. Вот там машут ручками. Там столик, а на столике есть книжечки. Я просто как-то упустил момент, когда сегодня надо было продавать диски, там вот это все. Днем. И я такой сейчас пришел. Это когда? Ну, не знаю. В общем, вот решили прямо сейчас. У меня дисков нет, но есть книжки. Там стихи и тексты песен. Если интересно, вы можете пойти к Владе, вот туда. Можете либо прямо сейчас начать, а можете после. Главное, быстро и тихо. Потому что концерт будет продолжаться, и чтобы здесь не было такой толпы, вдруг сейчас вы все пойдете. Мало ли. На всех не хватит, там мало книг, так что будет быстро. Итак. Ой, привет. Так смотрят на меня как бы. Угадай, зачем я здесь? Даже не знаю. Знаешь что? Как тебя зовут? Люба. Илья? Что? А, Лия. Фух, слава богу. Илья. Лия, ты умеешь танцевать? Давай попробуем сплясать сейчас. Можно где-то... Какую песню? Какую песню? Я больше не буду. Хорошо, ладно. Тогда, значит, две. Одна сейчас длинная, а другая короткая. Две песенки, я быстро. Просто с этой песней и гастролями в США у меня такая история связана, как-то мы были, когда мы были, когда это было? Короче, в прошлом году в Северной Каролине, там фестиваль был такой слет, в общем, домашний. Там было очень много людей с детьми. И когда я выходил на сцену, просто квашено, да. И мне такие просили, можно, чтобы без мата как-то было? Я говорю, ну да, хорошо, можно. Вот. И я думаю, а эту песню, вот, я больше не буду, очень любят дети, ну, у нас там. Вот. И, как бы, я ее пою, все, а там... И после концерта ко мне такие подходят. Мы же вас просили. Я такая, а что, а что, а что? Ну, вот это, вот зачем? В общем, сейчас я ее спою, а там, смотрите. Я просто забыл, где я играю. Это, кстати, начинается так же, да? Как? Это разудалый ре минор. У меня половина песен так начинается. Коми в манной каше я достаточно поел. И какао с пенкой выпил от души. Извиняйте, братцы, теперь я не удел. Запомни, воспитатель, а лучше запиши. Я больше не буду. Я больше не хочу. Все. Я больше не буду. Я улетаю. Я лечу. Знает первоклассник даже. Школа — это лажа. Кому она нравится, пусть удавится. Не учил домашку, а ходил к Наташке. Ложилися подушкина и читали Пушкина. Что за школа без прикола? Градусник, а Димидро. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Понедельник, торник, среда, четверг, пятницу, суббота. Что это такое? Это не учеба, а работа. Эй, учителя! Айда на пару слов. Я сейчас скажу за всех выпускников. Факов! Я больше не буду. Я больше не хочу. Спасибо! Я больше не буду. Я улетаю. Я лечу. Ау! Дверь нараспашку. Силе в уплее. Я такой в рубашке. Не стесняйся, бармен. Давай вперед. Водка, мохито, текила. Наоборот. Вон, девушка-студентка. Красивая, как презент. Я тоже вот красивый. Я тоже вот студент. Но друг в глазах двоится. Что за город? Что за клуб? Остановите глобус. Унесите мой труп. Я больше не буду. Я больше не могу. Все. Я больше не буду. Я улетаю. Я лечу. Я улетаю. Я лечу. Я улетаю. Я улетаю. Я улетаю. Я улетаю. А он че ты не рад? А там и каша с комочками, и какао с пенкой, и своя кроватка, и соседка Ленка в тихий час. Спи, моя радость. Усни. Боже, как я хочу с ним. Но не нужен ему ни Дед Мороз. Ни Айболит. Он приходит домой и говорит. Я улетаю. Я улетаю. Я улетаю. Я лечу. Я больше не буду. Я больше не хочу. Спасибо. Я больше не буду. Я улетаю. Я лечу. Это какой-то кошмар настоящий. Сын такой же, как и я, летящий. Я улетаю. Я улетаю. Я лечу. А у меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. У тебя есть дома мухи, тараканы, паучки. Но никогда не будет вот такой же штучки. А у меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. Ты каждый месяц прячешь под подушку, получку. Но не накопишь никогда на такую же штучку. А у меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. Ты хочешь выглядеть умным и надеваешь очки. Но все равно ты как дурак без этой штучки. А у меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. Ты сразу посидишь. Упадешь со стульчика. Если я приду, скажу. Смотри, какая штучка. У меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. У меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. У меня есть штучка. Такая, прям такая. Ля-ля-ля. Жужужу. Никому не покажу. А вы хлопайте, не хлопайте. На собственном опыте вам открою секрет. Штучка либо есть, либо ее нет. Все. Спасибо большое. Всем приятного вечера. Сладкой ночи. А там книжечки. Не болейте, зарабатывайте деньги. Пока. Друзья, еще раз, пожалуйста, хотя вы уже аплодируете, но тем не менее так целостно вместе. Василий Урьевский.